Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Дина. Не хотела я вам записывать влоги, но по-другому у меня не получается другого формата, потому что новости случаются, а на полноценное видео не тянут, поэтому приходится кусочками записываться. Бойс де Росос Бугенвилле расцвела второй раз в этом сезоне, чему я безумно-безумно рада. Уже не успела я вам испечатлеть полностью, потому что вон там уже отцветает. Цветочек уже отцветает, но будут еще, потому что вот веточка, и где-то тут внизу я видела, вот еще будут цветочки, так что не хотите влоги, но будет такая нарезка тогда. Периодически буду выставлять такие нарезочки цветочные. Белую бугенвиллю я обрезала практически под корень, и она у меня вот уже... и она у меня уже почти вон обросла. Кстати, мне ее даже удалось укоренить. А вот это бугенвилля, что ж такое, где мои фокусы? Ну, вот так. Не получается вообще. Аусис Голд, как-то так называется. Тоже я ее подстригла, потому что она была одной длинной палкой. Ну вот, начинает пушиться, распускает здесь боковушки. Мой абутилон... Так, отвлекли меня звонком. Показываю. Абутилон выращен из семян. Я ему снимала... Вот где-то у меня... Вот здесь вот. Я ему снимала голову. Почему-то у меня фокус не хочет фокусировать. Эту голову укоренила, посадила сюда, и сейчас прищипнула им макушки. Видите? Вот тут и вот тут. И он все равно прет вверх. Не хочет у меня фокус вообще фокусироваться. Как-то перебивает у меня что-то там. Вот так. Все равно вверх. Ну, вот здесь вот сбоку пошла почечка. В общем, не знаю, как заставить его куститься, и еще не знаю, как его заставить цвести. Но надеюсь, что в следующем году все будет хорошо. Бугенвилия тоже начала у меня... Я не знаю, что это за сорт. Цветет розовым. Такая варигатная бугенвилия. Листочки варигатные. Сорт точно не скажу. Это мне Танечка в прошлом году посылку по обмену присылала. У нее такие бывают белые, чисто беленькие листики. Вот такие красивые вообще. Вот. Но пока не цвела. Очень, очень жду, что в этом году расцветет. Кстати, ее мне удалось укоренить так же, как и белую. Друзья, влоги не хотели, но другого формата у меня не получается. Не обращайте внимания, здесь будни цветовода, рабочие моменты. Я пересадила колиусы, убрала к сыну на окошко. Череночки колиусы вот здесь стояли, дали корешки. Я их убрала к сыну на окошко. Вчера купила себе, приобрела вообще за... Сейчас покажу даже. Коршочек. Вот. 95 рублей. Слушайте, мне просто жалко стало растение. Я никогда не занималась фиалками, но тут это просто мне жалко. Оно вот... Я не знаю, вы видите или нет. В общем, вода с нее просто льется. Я ее вот уже сутки держу вот так вот без горшка, чтобы она у меня хоть чуть-чуть просокла. Пересажу, буду показывать вам обзорчик. Так, у меня поперло на цветущей. Я прямо загорелась фиалками. Вот нашла здесь в местной группе. Женщина продавала, ну, за копейки. Вот это 50 рублей. Фиалочки. Вот это какая-то должна быть розовеньким цвести. Белорозовые цветочки. А вот это, она говорит, я была в больнице. Не знаю, каким она цвела, но такая кудрявенькая. Ну, хотела вчера уже выставить их под лампу. Думаю, ай, без карантина выставлю. Но меня что-то смутило. Вот эти вот пятна на листьях. Вот эти вот. И листики такие, как будто вот завернуты туда. Я так и посмотрела, осмотрела, вредителей нет. Ну, думаю, ладно. Протравлю октарой, потом через недельку запущу. И еще у нее был... Как же он называется? В общем, ой, лесной кактус. Эпифилум. Красный цветет. Я у нее просто выцегонила. Оторвите, говорю, мне кусочек. И она мне его. Вот такой вот. Сейчас подсушу и тоже посажу. Ой, что со мной сделает осень? Опа. То есть наступают полноценные права. Приходится красоту потихонечку забирать домой. Сейчас я их побрызгаю. Уже поливать не буду. Вот так. Может, по-моему, не буду забирать. Она у меня не живет. Что-то вот такая вот. Столько лет ей она никакая. И колиусы вот эти тоже оставлю. Потому что сын отказался еще один горшок пускать к себе на подоконник. Вот такие дела. Так. Как я их повесила. Эти кувшинчики. Они, в принципе, в прошлом году здесь тоже висели. Это Граптопиттаун Парагвайский. Просто побрызгала их от вредителей. А здесь у меня Эониум. И сейчас хочу показать вам Тилансисуи Курли Слим. Вот так я ее оформила. На... Сейчас. Секундочку. Перехвачу. Приклеила вот здесь вот на двухсторонний скотч. На корягу. Ой, на корягу. На корову такую. Смотрите, она у меня вот тут вот выдает уже такую крупную деточку сверху. И вторая деточка пошла у нее вот здесь вот сбоку снизу. Видите? О! Пришла здесь мявкает звезда Ютуба. Сейчас еще покажу. Окна еще не мыла. Это у меня здесь впереди. Вот у нас сегодня Стеша закончила первый этап подготовки к школе. Да, Стешенька? Понравилось тебе? Читать умеешь теперь? Да. И писать умеешь? Да. Вот такая у нас девушка. В школу хочешь? Да. Да? Что-то не уверена, как ты говоришь. И мои фикусята. Интенсивно выпускает листики. Так, где-то я видела молоденьких листиков. Вот они здесь вот. Вот. Вот они молоденькие листики. А вот эти вот хлорозные, я не знаю, что-то не хватало им. Сейчас пересадила, видите, выпускает хорошенькие. Принесла свой... Так, помощница моя. Принесла свой суккулентный садик. Это единственный садик, который у меня остался. Я его не отдаю никому, потому что мне жалко вот этот вот медный таз. Он у меня растет здесь без... Закрытая корневая система. За лето он у меня... Вот эта долосперма цвела этим летом. Был сильный уже такой туман, поэтому занесла домой. Разросся вот этот Граптопитаум. Правильно я сказала? Граптопитаум. Парагвайский такой прям уже много его так стало. Крестовник. Кажется, крестовник вот это. Или седум какой-то, я уже не помню. Так, и вот такая толстяночка порозовела. Стала красоточкой. Ну и здесь вот много-много вот этой малышни. В принципе, у меня здесь осталось только 4 расстояния. Делосперма. Вот этот Граптопитаум. Крестовник и толстяночка. Ну и вот звезда ютуба. С бритой шейкой. Давай. Да. Вот, вот, вот. Красотка.